Насыщенная программа праздника города 2015 оставила приятные послевкусия у горожан. Организаторы мероприятия постарались на славу. Карнавал, читающий бульвар, многочисленные выставки, велопарад, автотуры по городу. Этим и не только запомнился День города в прошлом году. Нынешний праздник обещает быть не менее ярким. Программа обширна. Мероприятие стартует 28 июля и продолжится три дня. Пройдет совсем немного времени и мы будем отмечать главный праздник День города Бересте 2016. А пройдет еще немного времени и мы будем отмечать тысячелетие Бреста. Поэтому задача организаторов праздника сегодня уже начинать собирать самое лучшее, что есть в культуре нашего города, в организации мероприятий эксклюзивных, которые только свойственны для Бреста, их усовершенствовать, их отточить до идеального, если так возможно, и уже на тысячелетие Бреста скомпоновать все это вместе и провести мероприятие достойного такой великой дати. 28 июля в День освобождения Бреста поздравят ветеранов. Торжественные мероприятия пройдут на площади Свободы и в Брестской крепости. Для победителей будет организован солдатский привал. Таким образом организаторы решили воспроизвести страничку из прошлого, дать возможность освободителям Бреста вспомнить военные годы. Праздничные мероприятия не ограничатся одним днем, уже 29 июля. Брещане станут участниками фестиваля от компании «Савушкин продукт». Мы хотели этим подчеркнуть натуральность, чистоту, открытость компании и пользу наших продуктов молочных, тех, которых мы даем людям. Я не стану раскрывать все сюрпризы, но здесь будет место для хорошего общения, для семейного отдыха, для того, чтобы дети отдохнули, для того, чтобы мамы получили задор энергии и получили ответы на те вопросы, которые у них возникали. Можно будет попробовать удивительно много вкусных молочных продуктов, молочных коктейлей, будет работать молочное кафе, зона отдыха, зона чиллаут, молочная зона, где наши технологи раскроют секреты производства молочных продуктов. А самые любознательные наши посетители смогут в этот день посетить производственную площадку и посмотреть, как же на самом деле производятся молочные продукты и кем они производятся. Конечно, в конце всего вечера состоится удивительное мероприятие – это галоконцерт. Галоконцерт и особый специальный гость – это компания «Джей Морс», которая является одним из фаворитов молодежи. В программу нынешнего праздника вошли ставшие традиционными берестейский бал выступления городского оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Женовича. Молодежь Бреста тоже не осталась в стороне. 30 июля на грибном канале подростки проведут фестиваль «Город света». День города в нынешнем году порадует ярким карнавалом. Принять участие в мероприятии изъявили желание немало брещан. В шествии будет задействовано множество единиц техники. Завершится праздник большим концертом. Поздравят брещан с Днем города украинская певица Аня Лорак и белорусский исполнитель Петр Елфимов. Эти имена и эти звезды говорят о том, что, конечно же, они достойны нашего стадиона и большого количества людей. Брещане в прошлом году обижали, что не все могли попасть на этот концерт. Поэтому в этом году, учитывая вот данную ситуацию, мы практически 80% билетов отдали в свободную продажу. Так что, дорогие брещане, сегодня любой из вас может попасть на стадион и посмотреть это удивительное, прекрасное шоу с такими звездами, которые будут присутствовать на этом концерте.